В капельной подаче обновления ограбления Кайо Перика осталось всего 7 транспортных средств, и вы не поверите, но одно из них прямо сейчас можно получить полностью бесплатно. Это автомобиль BF, вивил основанный на культовом Volkswagen Juke. Сегодня расскажу и покажу как это сделать, но к вам одна единственная просьба. Не знаю получится или нет, но до 250 тысяч подписчиков на канале осталось совсем чуть-чуть. Было бы круто, если бы мы добили эту крупную цифру до нового года. Всем заранее спасибо за подписку, ну а мы начинаем. В первую очередь для того, чтобы запустить процесс по бесплатному получению автомобиля, вам необходимо пройти ограбление Кайо Перика в качестве лидера. Что это значит? Ну именно вы должны запустить финал налета, не важно в соло или с напарниками, главное чтобы вы были хостом. После успешного завершения ограбления с вами рано или поздно должен связаться English Day. Причина его звонка это помощь новым диджеям. Всего таких миссий будет три. В первой необходимо украсть фургон со специальным мерчем, далее оторваться от копов, доехать до аэропорта Лос-Антоса и доставить груз до Кайо Перика. В принципе всё, миссия будет выполнена, но не стоит радоваться. Следующее задание от Дэйва вы получите далеко не сразу. Нужно подождать 8 часов реального времени и только после этого блондинчик снова свяжется с нами. Вторая миссия по сути такая же как и первая, необходимо сворвать уже не фургон, а мопед курьера из пиццерии. Далее точно так же доехать до аэропорта Лос-Антоса и доставить эту пиццу до Кайо Перика. Всё очень просто и выполняется без каких-либо трудностей. Затем снова ждём 8 часов и получаем последнюю финальную миссию от Дэйва. Здесь уже немного посложнее, нужно зачистить небольшую территорию от врагов, далее собрать выпавшие с них специальные камушки и точно так же доставить до диджеев. Отлично, все миссии выполнены и остаётся только ждать. С нами в последний раз свяжется Инглиш Дэйв и вышлет координаты местонахождения его личного автомобиля Биэф Вивил. Расположен транспорт будет на парковке аэропорта, приезжаем, садимся, выбираем гараж куда мы хотим поставить эту тачку и всё. С этого момента этот культовый Volkswagen Juke станет нашим. Можем на нём спокойно ездить, тюнинговать, участвовать на нём в гонках. В общем, полный доступ раньше, чем эта тачка вообще поступит в продажу в GTA Online. Ну и раз уж мы затронули тюнинг, грех о нём не поговорить. Здесь он просто сумасшедший. Я бы даже сказал, что в некоторых моментах куда круче, чем в автомастерской Бенни. Можно сделать такую колхозную тачку, что глаза на лоб полезут. Про отрицательный развал я вообще молчу. Такое ощущение, что вот ещё чуть-чуть и колёса вообще будут стоять горизонтально. Надеюсь, гайд был полезным, автор видеоряда этого ролика, канал GTA Series Videos. Я бы с радостью записал всё сам, но, к сожалению, доступа к своему ПК не имею. Под рукой только микрофон, как раз для таких случаев, и ноутбук, который, честно говоря, просто-напросто не вывозит GTA 5. Видос получился коротким, но максимально информативным, дабы не затягивать ваше время. Напоминаю, что мы продлили срок действия самого желанного набора по прокачке за всю историю набора. Всё за 700, любой уровень, любое количество денег и все услуги на ваш выбор буквально за копейки. Кому интересно, ссылка на группу по прокачке в описании, переходите и прокачивайтесь раз и навсегда. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok